Привет друзья, с вами Алекс, из Голландии. Сегодня мы погуляем по улицам Роттердама. Нидерланды, один из мировых лидеров в грамотном планировании городов, что невероятно важно при современных темпах и урбанизации. Горожане составляют 54% мирового населения. Роттердам, второй по величине город в Нидерландах, является негласным центром урбанистики и архитектуры. Его часто называют городом будущего, ведь самые инновационные проекты Нидерландов тестируются и запускаются именно здесь. И уже потом они адаптируются в Амстердаме, Гааге, Утрехте и других городах. В 2015 году Роттердам получил награду по урбанистике и звание Европейского города года. За последний год были успешно реализованы несколько временных проектов. Гигантская лестница МВРДВ, ведущая на крышу здания, лестница на вокзале в виде фортепианных клавиш, звучащих при ходьбе, и огромная 150. Метровая водная горка прямо в центре города. Роттердам мыслит широко, заглядывает в будущее, играет с городским пространством и не боится экспериментировать. Кроме привычных здесь удобных велодорожек, безбарьерной среды, смешанной застройки, зарядных станций, зеленых коридоров и парков, неожиданной архитектуры, в Роттердаме существует еще несколько проектов, которые можно смело назвать футуристичными. Роттердам, второй по величине город страны и крупнейший порт Европы. Его часто называют городом архитектуры, несколько квадратных километров в центре Роттердама застроены самыми современными и футуристическими зданиями, какие только можно представить. Кроме того, в городе полно интересных музеев, а еще здесь до сих пор сохранили 7 оригинальных голландских ветряных мельниц. В принципе, в Роттердаме есть масса всего, что приходит на ум при мысли о городском отдыхе и не только водные виды спорта. Пожалуйста, в городе 4 больших озера, шоппинг, на здоровье, 2 пешеходные шоппинг-зоны и около дюжины открытых рынков. Вечерняя и ночная жизнь, сколько угодно и на любой вкус, включая клубы, где играют все существующие в мире музыкальные направления и кофешопы. А Роттердамский зоопарк, это вообще одно из самых популярных направлений для однодневной поездки в Нидерланды. Но, пожалуй, интереснее всего, атмосфера города, изрядно отличающаяся от других в Нидерландах. Роттердам наиболее плотно набит мигрантами, одних мусульман здесь около 25%. Соответственно, здесь много шума, гамма, оптимистических надежд и амбиций и не очень много традиционной европейской тактичности, что для разнообразия бывает очень неплохо. Гамма-гамма-мамма. Косяк-клубок-клубок-клубок-клубок-клубок-клубок-клубки. Субтитры создавал DimaTorzok